ну вот всем очередной привет и по моему крайне веселому и задорному голосу вы наверно поняли что видео сегодня будет необычным и на это есть миллион причин 1 причина это моя болезнь у меня насморк сопли вот это все так что возможно буду шмыкать как-то впрочем я делаю и без насморка вторая причина это то что сегодня наконец-то надел кроссовки они сандали и не иду босиком но и самое главное пожалуй это то что мы сегодня пойдем по другой дороге чтобы показать что здесь вокруг происходит не только на тех улицах но и на других тоже то есть мы также идем я иду за сыном в школу и просто по виду папки просто постараюсь ответить вопрос на очередной вопрос и вопрос этот данном случае про то как я переезжал в канаду и про то и переезжал я на все готовое и как бы начинал с нуля скажем так попробую ответить на него как можно короче и проще без воды у меня опять не получится опять начну издалека и закончу не там где я сейчас данный момент планирую но посмотрим может так даже будет веселее есть ханда ионик такой же был только белый машина интересно тем что до электромобили ведь он когда медленно ей так жужжит чтобы распугивать пешеходов и так поехали а вот еще интересная штука это летает орел не знаю видно нет и так про переезд в общем как всегда все сложно непонятно и запутанно а сложность в том что когда ты переезжаешь канаду пойдем по пути щелуток посмотрим переезжаешь в канаду по официальной программе для мигрантов а таких программ канаде существует множество с разными условиями они постоянно меняются добавляются какие-то старые программы убираются и вообще это все зависит от актуальной обстановке в стране что происходит какой рынок труда и так далее ну вот я пришел на зло ни одной утки нет и куда-то пропали все растения с пруда на 10 не украли ну так вот программа существует самое разное но по той программе по которой переезжали мы одно из условий и в программе самые разные условия и так далее одно из условий было иметь с собой определенную сумму определенную сумму денег то есть тебе когда ты подаешь документы посольство нужно доказать что у тебя есть определенная сумма денег на счету и она рассчитывается из размера семьи рассчитывается так чтобы человек в канаде мог прожить там допустим нашем случае случае нашей программы все такое чтобы он смог прожить на свои сбережения вот на этим с которыми переезжает минимум полгода в течение которых он сможет в общем-то не без лишнего стресса и волнения искать себе работу и так далее в то время это был 2014 год и в то время эта сумма на троих человек составляла по моему составляла по моему около то ли 16 то ли 18 тысяч канадских долларов курс к американскому доллару тогда был почти один к одному то есть можно сказать что то время это чтобы ехать в общем семьей из трех человек нужно было иметь на руках как минимум 18 тысяч долларов американских ну когда мы поехали у нас было больше мы привезли туда по моему так точнее не туда-сюда просто я говорю туда потому что это была другая провинция была провинция ментаба и вообще мы эвакуировались по программе mpnp это ментаба провинциал но мне программ то есть эта программа провинциальная с номинация провинции я может быть потом как-нибудь про это расскажу если кому-то будет интересно про то как эта программа работает ну или другие провинциальные программы и федеральные так далее но вот мы по ней уезжали и приехали мы жить приехали мы жить в манитобу надеюсь меня хоть немножко слышно о какой хороший обожаю пикап и то есть нельзя сказать что мы приехали голодранцами голодными оборванными там и так далее у нас все таки собой были хоть какие-то сбережения и конечно по канадским меркам это копейки и практически но не ничего да то есть а сейчас это я не знаю в данный момент например это меньше чем два там месячных наших доходов ну то есть это вообще сумма смешная а на эту сумму нам надо было жить с нуля как бы полгода да но у нас в то время и запросы были поменьше мы то есть жили более скромно и и не позволяли себе ничего лишнего как бы и особо не как сказать то особо много не тратили купили себе там совсем недорогой автомобиль и все такое но суть вообще в том что даже с таким небольшим начальным капиталом и на абсолютно новом месте то есть собой мы привезли всего два чемодана у нас не было никакого контейнера там с вещами как некоторые привозят сюда у нас просто было два или три чемодана почему данного человека я сюда ехал я жена и ребенок и вот с такими скромными запасами как финансовыми так и бытовыми скажем так мы смогли здесь я бы сказал очень неплохо существовать даже то что неплохо очень хорошо я бы сказал то есть у меня уровень жизни сразу в тот момент когда вот этой ногой своей не помню правой или левой может быть это было наверное правая нога как только ступил на святую канадскую землю у меня уровень жизни автоматически увеличился автоматически то есть а несмотря ни на что потому что господи здесь сейчас какое-то максимальное шумное место а вот это наш магазинчик по пути совсем недалеко от дома можно пешком сходить него и купить каких-то продуктов ну и всякой мелочи здесь идет суперстройка так мы сейчас будем переходить тогда дорогу здесь рискуя жизнью это вот прям какое-то экстремальное видео получается как будто с парашютом прыгаю также ветер немного дует шум в ушах и какой-то ужас вообще происходит мы сейчас пройдем это место немножко и я постараюсь так мы сейчас пройдем да и будет поменьше шума но так вот то есть мы сюда переезжали на пустое место у нас здесь ничего не было у нас здесь не было родственников там интересно кстати оператор сидит рядом с пультом и просто наблюдает как две лета работает он кстати очень интересно автомобиль едет очень интересный так ладно перейдем дорогу ну так вот у нас здесь не было никаких родственников никаких связей ничего такого но у нас уже здесь были кое-какие никакие друзья то есть мы с ними познакомились еще до эвакуации познакомились из россии и каком-то смысле они нам помогли они помогли нам заранее снять здесь жилье то есть мы были еще в россии но у нас уже было жилье в канаде а потому что мы попросили на найти нам неплохую квартиру попросили помочь оплатить ее то есть приправить деньги этот секьюрти депозит по моему что такое было точно не помню и потом когда мы приехали то есть одни друзья нам сняли как новые друзья скажем так сняли нам вот тут квартиру другие друзья встретили нас в аэропорту и привезли в эту квартиру то есть мы приехали ну чуть ли не как себе домой нас встретили нас тут же накормили приютили спросили что нам нужно и мы отправились к себе в квартиру жить и но по сути вот так вот то есть вроде как бы и на новое место но с другой стороны уже немного подготовленное есть небольшим запасом денег и теперь про то как сложно здесь устроиться скажем так вот если ты вот приехал из россии да и вот у тебя вот копейки на счету если у тебя здесь нет папы мамы бабушки дедушки если у тебя нет местного образования если у тебя язык не такой как у тех кто здесь родился и так далее как выживать да и как это происходит у нас здесь очень много друзей очень много друзей и знакомых так далее по всей канаде по всем провинциям канады и так далее самых разных и если и по сша кстати тоже если собрать все вместе информацию да вот так или к общему знаменателю привести такому то получится очень простая формула очень простая картинка почти все из наших друзей и знакомых очень быстро здесь устроились нашли себя нашли хорошую работу и стали в общем-то неплохо жить купили себе недвижимость то есть именно не арендует что-то там окупили вот еще красавец какой и очень немногие купили себе квартиру а подавляющее большинство купила себе дом отдельно стоящий дом некоторые правда дуплекс или townhouse сейчас от дороги отдавать сюда пойдем чтобы шума было но все таки но все таки дом да свое жилье и это не квартира кстати вот где стоит вот это белый биндабл здесь живет моего сына друг точнее доживает они отсюда уезжают час через пару недель в другую провинцию переезжают там долго история если кому-то интересно тоже кто могу рассказать так вот что с ними со всеми произошло они все смогли найти себе такой доход такую работу устроиться несмотря на то что до этого не дня в не работали до такую работу что дохода с нее и кстати зачастую в семье работает только один человек супруга обычно с ребенком сидит или с детьми не работает по чаще скажем так не всегда но чаще так там надо смотреть когда как но типа того и все смогли приобрести себе недвижимость течение буквально первых нескольких лет год два три мы например на их фоне очень долго не покупали себе дом по разным причинам и переезжали другую провинцию я искал себе работу чтобы такую более высокооплачиваемую плюс я очень щепетильный я не хотел абы какой дома вот хотел именно такой как я хотел именно в таком месте где я хочу именно чтобы вот он был новый и не хотел старый дом и ну там много своих там заморочек в общем у меня поэтому нас это все сильно затянулась растянулась но в конце концов мод мы купили тоже дом и вообще есть очень простой трюк либо очень простой способ понять почему у тех кто приезжает канаду до у людей которые приезжают откуда-то в канаду шансов жить не в доме очень мало гораздо меньше чем жить в доме например тут все очень просто если вы возьмете откройте карту то что мы сша касается кстати откройте карту канады или сша какому на каком-нибудь google maps и просто возьмете любое поселение не важно что это будет там большой маленький средний город столица там будет ли это какой-нибудь лос-энджелес ли это будет маленький городок там и это будет вы на пекле это будет брендон или кальгари или там трона оттого там неважно все что это будет там сядул какой город и бы в него книги куда-нибудь пальцем мышкой ногой рукой чем захотите ножом там неважно вот вы ткнете туда и посмотрите какой жилье там возле той точки и вот к нули то скажем так девять шансов из десяти это будет просто дом ну или таунхаус ну скорее всего просто дом что означает что вероятность то есть и конечно иммигрантов сюда приезжает много и просто напросто и бы всех всех было бы сложно разместить каких-то непонятных многоквартирных домах где-то там у тебя гораздо больше шансов жить как и обычные здесь люди которые родились они которые приехали сюда а приехали сюда очень многие кстати а канада сша то страны иммигрантов и приезжают сюда очень много людей очень много и если они приехали сегодня то это значит скорее всего что приехали их родители очень большая вероятность почти сто процентов а если не родители то и бабушка с дедушкой ты там уже сто сорок шесть процентов но про это тоже могу как нибудь потом рассказать если будет интересно вот такой вот ответ так что если кто-то переживает что в канаду сложно приехать не на готовое то наверное особого смысла вот мы кстати врачи в школу сыну здесь парковка где родители ждут детей переживать смысла особого нет если у вас нет каких-то специфичных проблем очень она допустим вы не можете соблюдать закон принципиально или допустим у вас но вы клинический идиот или но что-нибудь такое да сложности какие-то такие большие что и вы принципиально не можете работать и вот вы хотите быть бездомным то да тогда вот ну вы не сможете себе позволить здесь нормальное жилье и работу а во всех других случаях как бы статистика практика показывает что шансов жить плохо здесь фактически нет ты будешь жить хорошо будешь жить в доме у тебя будет 1 2 3 машины на семью неплохих и так далее то есть вы будете жить нету жить ну вот так всем пока до очередного юбилейного видео с ответами на вопросы пока до встречи